Я вам скажу сейчас откровенно, я бы хотел, чтобы азербайджанцы сейчас меня тоже услышали. Если война продлится еще неделю, это будет катастрофой для режима в Баку. Баку! 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 Если будет нужно, мы ляжем там все, да едино. У каждого народа есть сакральные символы. У каждого народа есть сакральные символы. И сегодня, не только сегодня, и последние дни, по моей информации, вооруженные силы Армении и в целом ополчение, армия обороны Нагорного Карабаха очень неплохо себя чувствует. Смотрите, народ, мы уже второй день здесь. Мы до нитки промокли под дождем. Уже третий день голодаем. Нет даже воды. Остались без куска хлеба. Просто отправили сюда и бросили. Мы никому не нужны. Более того, на отдельных участках фронта идет продвижение. Давайте мы не будем заниматься пропагандой и будем говорить о реальных вещах и о реальных делах, которые делает сегодня Пашинян, обороняя свой народ. Его жена находится в Степанакерте и в подвале живет, помогает сегодня беженцам. Это факт. Николай здесь Чилисун. Это все. Чилисун. Когда мы говорим, мы с твоей манагали. Расторанное. Только на Россию в данном случае можно опираться. Мои русские братья. Мои русские братья. Союзе. С своим братским русским народом. У меня возникнут вопросы и у многих возникнут вопросы. А сможет ли азербайджанское государство просто существовать безопасно и обеспечить сохранность своих нынешних границ? Россия и в минувшей войне, и сейчас она никакая не союзница Армении. Уважаемые подписчики, есть вещи, о которых молчать нельзя. Одной из таких вещей является агрессия бакинской политократии в отношении Сюника.